Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я купила просто потрясающий лилейничек. Он ярко-землянично-розовый. Вот такие розовые цвета, без примеси оранжевого, для лилейников довольно-таки они редкие, их не всякий раз найдешь. Оранжевый все равно себя как-то допроявит каким-то искажением цвета, а здесь просто чистейшие, ярко-ярко-ярко-розовые. Вот такой красавчик. Надеюсь, он приживется. Пару недель назад я покупала еще один новый лилейничек, и вот как ни странно, он прижился, листики новые выходят, я не обрезала листья, и он себя почему-то так хорошо чувствует. Ну вот лилейники, которые были посажены намного раньше, вот листик за листиком вот так засыхает, а из серединки выходят новые листочки. Вот так вот. И почему-то, может быть, это, конечно, совпадение вот с необрезанными листьями лилийник прижился почему-то намного лучше. Флоксы, вот которые я посадила последний раз, они все равно листья опускают, а вот эти засохшие, они как-то приободрились. Может быть, всему причина – это просто время. А вот еще какая у меня удивительная история. В одном из видео я нахально рассуждала о селекции флоксов, хотя, в общем-то, сажают, а я их впервые. И я мечтала, как из вот этой вот кучи сортов они переопылятся, у меня выведутся новые сорта. Вот. И надо же, вот главное – мечтать. Вот желтая ромашка, она не бывает махровая, но она у меня как сорняк. Она сеялась, 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 и вдруг, откуда ни возьмись, вместо обычной ромашки, желтой вот этой вот, выросла махровая. Смотрите, какая она хорошенькая. Хотя здесь нет ни одной. Это не единая. Она вся совершенно обычная. Ну, вот так получается. Если что-то все время сеять, 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 то в конце концов какой-то необычный сорт где-то, да, и проскочит. Мне, как всегда, очень жалко обрывать цветы. Но самое удивительное, вот эти же я эхинацеи посадила позже, а вот эти я посадила раньше. И она настолько завяла, что это просто какой-то был кошмар. Я думала, уже все. Но благодаря тому, что я не обрезала цветы, она начала оживать. Она как будто бы раньше ради цветов только и живет. И вот этот ростик внизу, он засох, а сейчас он как-то ожил. Вот, поэтому я все это буду очень хорошо поливать, и цветы я немножко боюсь обрезать. На Монарде я их, конечно же, обрежу, но, наверное, завтра. А Лобелия вообще не реагирует на посадку, как будто бы так и нужно. Эустома вполне себе такая вот. Надо ей, наверное, палочку поставить в качестве подпорки. Эустому главное поливать. Как, в общем-то, и все после посадки. То есть, после посадки нужно очень-очень старательно растения поливать. Особенно, когда возвращается жара. Вот такой сегодня мой сад. А я всем желаю удачи, здоровья и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова